Всем привет, с вами Информ ТВ. Ее улыбку даже сейчас узнают все любители советского кино. Гордая казачка или хитроумная разлучница, она могла одним движением губ передать огромную гамму эмоций. В молодости Людмилу Хитяеву считали одной из самых красивых женщин, но и сейчас, в 89 лет, она сохранила свой гордый нрав и красоту. На ее счету роли в известнейших картинах Дарья Мелехова в Тихом Доне, главная роль в картине Екатерина Воронина, Солуха, В вечерах на хуторе Близди Каньки и многие-многие другие. В 80-е годы, к сожалению, ролей стало меньше. Если Людмилу и звали поработать, то роли давали неинтересные и эпизодические. Именно поэтому она и пропала с экранов. В 2000-х она вернулась ненадолго, чтобы сняться в сериалах и мелодрамах «Покаянная любовь», «Хлеб той зимы» и «Сыщики районного масштаба». Но она не сидела без дела все эти годы, была занята концертной деятельностью и пробовала себя в роли телеведущей. Замуж Хитяева выскочила еще в студенчестве. Избранницей стал коллега Александр Белокринкин, а в этом браке родился единственный сын – Павел. Парень не захотел становиться актером, как родители, а пошел на экономический факультет. Сейчас он с женой Юлией проживает в Таиланде и занимается бизнесом. Они подарили Людмиле двоих внуков – Павла и Марию. После Александра у Людмилы были еще мужчины. Вначале врач-уролог, потом спортсмен и постановщик трюков, далее был офицер спецслужб в отставке, потом молодой 30-летний поклонник. В общем, от ухажеров всю жизнь отбоя не было. Сейчас Хитяева говорит, что не чувствует себя одинокой. У нее много подруг, есть дача, а несколько раз в год она встречается со своим сыном и его семьей. Если вам нравилась эта прекрасная и талантливая актриса, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!